друзья добрый день и добрый вечер даже знаете сегодня у меня такое небольшое видео просто как информация потому что я очень сейчас но стараюсь находиться в состоянии медитации потому что на юге индии как раз там где мы находимся где находится дом наш и там мая находится мой единомышленник сейчас обрушивается в 10 часов вечера сейчас по индийскому времени 8 через два часа обрушится очень большой и страшный циклон вот этот циклон мне не нравится он уже прошел его зовут него вот он вызвал в колумбии жуткие дожди оползни стали гибнуть люди ну вот и очень много уже всего проходит то есть есть чуть чуть выше нас город чинай это буквально три часа езды то есть где-то там 150 километров до там уже обрушилась большая то есть сильный шторм большие волны это штат называется наш томил наду и вот этот значит циклон невар синоптики предупреждают что шторм будет сильным будут большие волны а причиной стал сезон циклонов в бенгальском заливе который длился длительное время с апреля по декабрь и ожидается что он двинется там дальше вот и до суши он дойдет вот уже ну вот в чина и уже все там уже все случилось и ветер порывы ветра до 120 метров в секунду а по шкале 10 бальной это будет 10 баллов вот и поэтому бурная будет у побережья тамил наду очень бурный ветер а у нас же дом стоит на побережье индийского океана буквально до чтобы дойти до как это сказать до океана там господи нет даже 50 60 метров том конечно прочный двухэтажный но все равно как-то очень не по себе вот таких явлений вот в этом месте не было уже лет 30 и режим конечно чрезвычайной ситуации выключили все электричество и сейчас вот в чинае там уже что-то восстанавливают там уже он прошелся а вот к вечеру он же циклон и он идет так кругами да таким наворачивает и к десяти вечера я вот думаю что там сейчас мая не ушла из дома можно было уйти подальше от океана потому что у нас есть еще там один домик который можно было бы пересидеть в аэромодели но она осталась вот в этом доме одна и ожидает что же будет я тоже ожидаю и медитирую и надеюсь что это место как-то вот будет или нетронуто или обойдет хотя я не представляю как сказали что вот 10 придет понтичерия понтичерия от нас находится пяти километрах то есть это в общем все слишком рядом и конечно один раз не помню лет наверное много 90 подождите в каком же возможно в девяносто восьмом году я была в россии в это время прошелся там тоже циклон большой и старый дом который стоял тоже двухэтажный был снесен полностью водой в то время там был амбар шанкара он ушел из дома и все благополучно закончилось ну тот дом стоял слишком близко к океану океану все время постепенно забирает и забирает у нас землю потихоньку и мы отодвинулись произошло такое что мы отодвинулись наверное метров на тоже так скажем тридцать а то и больше океан забрал и это стало пляжем песком ну будем смотреть вот завтра будет уже ясно то есть моя мне уже сказала такую вещь что мария если что следующей жизни встретимся так что не переживай но она вот не чувствует страха не чувствует вообще ничего и и предполагает конечно так что дай бог все это обойдет ее потому что я бывала когда вот последний раз в этом доме в индии там были конечно дожди были ветры но они были небольшие а здесь 120 метров в секунду и плюс под десятибальный циклон циклон конечно страшный поэтому будем думать будем смотреть что же будет завтра вот пока я не могу ничего сказать мои чувства такие что все таки этот дом возможно и не тронет но там на берегу индийского океана ближе к океану еще ближе стоят очень много рыбацких домиков разных одноэтажных а у нас трех этажные извиняюсь вот если волна будет большая она может конечно захлестнуть и затопить там что-то посмотрим поглядим что же будет у нас завтра и так до новостей до завтра а я сегодня хотела вам рассказать про людей определенных которых зовут трудры но видимо отложу эту тему потому что я не могу ничего рассказывать мне нужно сейчас вот как бы сосредоточиться на индию я мысленно пребываю все время там чтобы как-то все вот это хорошо ну чтобы не случилось какой-нибудь беды я в общем пытаюсь помогать вот на расстоянии и дом чтобы остался потому что он же весь и разрисован и все уже не дай бог там это все чтобы не смыло чтобы пусть бы этот циклон как бы прошел может быть уже сейчас вот ветер говорит мои деревья ломает да многие чтобы главное с океана не пришла большая волна будем ожидать что все так и будет нормально все всего доброго до свидания и и и Продолжение следует...